Немножечко поговорим о платных подписках. Что это такое, как на нее подписаться. Ну начнем с того, как подписаться. Safari. Открывайте, какой у вас есть браузер. Вот мы уже на YouTube. Находите мой канал. Вот он мой канал. Нажали на него. Мой канал. Опа! То есть я нажимаю на свой канал и вот сразу же здесь, на главной странице, вот она, кнопочка такая, спонсировать. Нажимаем на нее. Нажали. И вот уже информация вся о том, как стать спонсором этого канала и получать доступ к не эксклюзивным бонусам, а к эксклюзивным видео. Значит, информация о спонсоре. Начальный 50 рублей в месяц. Нажимаете спонсировать. То есть, вы смотрите, нажимаете спонсировать. Что дальше появляется? Дальше у вас появляется добавить банковскую карту, добавить это. И с нее ежемесячные автоматические платежи 50 рублей в месяц. Естественно, вы можете на месяц, на два месяца, на год. То есть, вам понравилось, вы на год. Вам не понравилось, вы попробовали месяц, да и все. И на этом перестали быть спонсорами. Это что касается, как получать платные подписки. Что будет на платных подписках? На платных подписках, в первую очередь, будет тот материал, который я либо читаю, допустим, те же книги, но я взял их, прочитал. Либо в видео, причем в видео со всеми там фотографиями, видео и так далее, и тому подобное, которые я опять-таки читаю, разъясняю, поясняю. Ранее я это видео попробовал выложить на канале, и мне пришли отзывы, что вы такое видео безобразное выложили, которое отталкивает, которое невозможно смотреть, у нас там брезливость и так далее. То есть, вид того, что выходит при чистках организма, люди заходят просто из любопытства. А что это тут такое? А что это как тут? Чтобы захотели те люди, которым это надо. Что касается всего, якобы там я буду от вас что-то утаивать, или там еще что-то делать. Все выложены, все книги выложены. Читайте, делайте и так далее. То есть, ничего не скрыто. В тех видосах уже там все давным-давно раскрыто. Ну вот то новое, над чем мне приходится работать и тратить свою собственную жизнь, я буду это делать в виде платных подписок. Хотя по-прежнему я буду работать также с каналом. То есть, платные подписки это, так сказать, нечто такое, что было в книгах. Далее, хочу сказать следующее. Я сам против любой платной какой-то, платных этих подписок. Вообще против платного, 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 платного и так далее и тому подобное. Но, вот существует вот это вот «но». Всем известно, что я ушел с первого канала в 2010 году. Разные домыслы и так далее и тому подобное. Но я вам скажу, самый глубинный домысл это то, что передача «Малахов плюс» существовала только за средств канала. А, естественно, люди, руководство хотели, чтобы помимо бешеной популярности, вот эта бешеная популярность превратилась в звонкую монету. И поэтому в 2010 году, независимо от моего мнения и желания, было решено там, наверху, переформатировать программу так, чтобы она приносила деньги. И чтобы рекламировали там не народную медицину, а рекламировали, от которой никакого дохода нет. Сколько людей смотрели, а кто-нибудь копеечку туда бросит. Сделать эту передачу такую, чтобы рекламировали из клиники, рекламировали из таблетки, рекламировали из так далее. Чтобы с этого иметь деньги. Ну и, как показала практика, другие люди нашлись, все это дело воплотили и живут в шоколаде. Вот так вот закрылась та передача, которую вы любили. Вместо нее сейчас другая передача идет. Смотрите, не смотрите, это уже ваше дело. Что там полезного, берете или не берете. Хотелось, конечно, кратко все это там сказать, на негодующие такие вот высказывания, комментарии. Но, кажется, увы, увы. Вот если бы не было у меня, я вам так показываю, сканера, принтера, не было вот этого компьютера, не было вот этих вот камер, на которые я снимаю. То есть, вот это все, я вынужден был свои деньги тратить на то, чтобы все это у меня было, чтобы я мог работать. Покупать вот эти вот книги, с которых бы я брал материал, мог учиться, вот эту вот большую медицинскую энциклопедию, то, естественно, ничего не было. Ничего. Отсюда вот делайте вывод, нужен вам там какой-то канал, пожалуйста, вы его поддерживайте. Не нужен он вам. Не поддерживайте. И что-то другое найдет. Я могу вам еще показать, что мне пишет YouTube. Заходим, да? Творческая студия. И начинаем читать. Аналитику. Вот она, аналитика. Чтобы вы все это дело видели. Почему просмотров стало меньше? За этот период ваши видео привлекли менее широкую аудиторию. Это значит, что зрители реже переходили к вам из рекомендаций и быстрее прерывали просмотр. И далее вот такая рекомендация. Вместо того, чтобы фокусироваться на видео, привлекающих мало зрителей, проанализируйте популярные ролики. Так вы узнаете, какие темы и форматы интересуют аудиторию. Узнайте, как расширить аудиторию канала. Вот еще рекомендация. Вот видите, какой дядя. Сейчас он его расскажет. Нашли там популярную тему какую-то. Ну, допустим, гоним паразитов. И вот мы гоним, и гоним, и гоним, и гоним. Вначале это как-то, конечно, интересно. А потом как-то это начинает удручать. Поэтому я даже затрудняюсь, что вам сказать. У вас своя голова на плечах. И вы решаете. Но кое-что я вам объяснил. Что на все, что вот это, нужны деньги. Кстати, подойдет конец года. Мне надо, мне надо, не вам надо, а мне надо. Будет платить за сайт. Я уже платить не буду. То есть он закроется к еды не фини. Вот так вот благое начинание. Бесплатное выкладывание книг. Читайте, делайте. Та-ра-та-та-та-та-та. Все выложено. Перечеркнется вот таким вот вещью, как безденежьем. Вот отсюда и рассуждайте. Если вы хотите что-то делать, за это платиться своим жизненным временем. Как Высоцкий пел. Да я мог бы в это время у Гурьева, там, в Тимушке гулять. А я бегу, топчу, погаривая дорожки. А я вот это все это делаю. Потому что мне это интересно. А если Вам это интересно, значит, покажите именно, в чем выражается Ваш интерес. Поддержите канал. А если интереса нет, то что-то действительно канал там поддержит или еще-то такое. Так. Ютуб огромный. Так что я Вам примерно обрисовал ситуацию, что там и как там. Поэтому я буду делать и платные подписки, и книги, вот я свои читаю, для того, чтобы они были аудиокнигами. И делаю их для того, чтобы они были, формат удобен был читать их на различных устройствах. Это надо делать. Либо я кого-то найму, либо я сам делаю. Получать новые знания. А это тоже работа. И, кстати, Вы заметили, я как вот действовал, так я и буду действовать. Я тренируюсь, я занимаюсь. Интересно Вам. Поучительно, познавательно, полезно. Значит, смотрите, и если там надо, поддержите. А если Вам не это, я просто-напросто продолжу сам заниматься своим делом. Вот и все. И не надо там какими-то вопросами бросаться. Все уже давным-давно открыто, разжевано. Дано. Но и проглотить не хотят. Все, идем обедать.